Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы разбираем такую добавочку железа, Синтезит. Значит, она безумно-безумно интересная, я бы сказал, инновационная. И именно поэтому я захотел вам о ней рассказать. Несмотря на это, но и нормализовать, соответственно, печёночные ферменты. Также помогает, соответственно, решить вопросы с гиперхолестериномией. И, естественно, чтобы не быть голословным, наша задача всё-таки проверить данное железо. Сейчас вы увидите анализ. Первый у меня сдала пациентка Екатерина. Мы ей позвоним, она немножечко расскажет о себе, о её проблемах и, соответственно, о том, как она начала пить Синтезит. Вот также через месяц после того, как она закончит пропивать его, мы, соответственно, узнаем у неё, как её впечатление по поводу приёма данной добавки. Итак, здравствуйте, Екатерина. Всем здравствуйте. К Сергею Олеговичу я попала с высоким сахаром, с чувством постоянной усталости и сонливости. После того, как я сдала анализы, выяснилось, что у меня помимо высокого сахара высокий инсулин, высокий холестерин, повышенные показатели ферментов печени и железо-дефицитная анемия. После проведённого лечения все показатели пришли в норму, однако при нарушениях диеты, что было, моё состояние вернулось, ухудшились показатели холестерина и вернулся дефицит железа. Сейчас Сергей Олегович предлагает мне попробовать новый препарат. Надеюсь, он мне поможет. Анализы, которые есть на данный момент, я скинула Сергею Олеговичу. Он, наверное, здесь их где-то покажет. И видеоотчёт о новых анализах ждите через месяц. Ну что ж, спасибо, Екатерина. Итак, дорогие друзья, это вот рассказ Екатерины с выраженным метаболическим синдромом. Дальше мы сейчас перейдём, я думаю, в спортивный зал. Услышим, соответственно, мнение Сергея Попова. Это профессиональный бодибилдер. Итак, дорогие друзья, обсуждаем железо-дефицитную анемию. У нас Сергей Попов, чемпион России. Ну, я думаю, полный там титул где-нибудь сейчас появится. Полный, что-то сейчас долго писать титулы нашего спортсмена. Обсуждаем, что изменение липидного профиля, рост липопротеидов низкой плотности. У спортсменов именно, у бодибилдеров. Да, мы знаем особенности различные. Бодибилдинг. И, конечно же, железо-дефицитную анемию. Сейчас Сергей нам расскажет своё мнение. То есть, что я могу сказать, мнение на самом деле, оно категоричное. Это одинаково может сказывать, в основном, только негативный эффект. Это связано, опять-таки, с тем, что при нарушении, скажем так, поступления и питания железным организмом возникает очень много разных проблем, которые могут мешать, в принципе, нормальное функционирование организма. Мы говорим о организме, который непосредственно очень много и динамично проводит времени до постоянной нагрузки, вследствие чего могут быть такие нарушения у организма, банальные, как гипоксия. То есть, это нарушение питания организма кислородным. В этом это, как может быть, питание головного мозга, то есть, следствие, в принципе, процесса дыхательной деятельности. Как и следствие, например, кислородным путём кожного покрова, то есть, взаимодействия нашей механики к питанию кислородным. В дальнейшем, какие могут быть проблемы, в принципе, при понижении железа, это одно из самых, наверное, чреватых проблем, на мой взгляд. Это отсутствие нормальной, грубо говоря, функциональной деятельности мускулатуры, потому что повышается вдавляемость и закисление, вследствие чего нормального тренировочного процесса, в принципе, добиться получается крайне редко. И люди, как правило, это могут перемещать на перетренированность, недосып и тому подобное. Проблемы могут быть гораздо глубже. Что ещё хотелось бы добавить? То, что вследствие, опять же, нарушения обмена железа, то есть, у нас, когда железный дефицит, у нас также могут повышаться плохой холестерин, который тоже оказывает очень негативное своё влияние на наш организм. Также есть ряд таких симптомов, которые, в принципе, для, я бы сказал, мужиков-бодибилдеров не имеют такого серьёзного эффекта, но, в принципе, на эти звоночки нужно обращать внимание. Они связаны с онлайн-патологической стороной, то есть, это выпадение у нас волос. Просто многие при их подготовке на соревнованиях или использовании косметических тел начинают думать, что это фонильки гидрокистором, а на самом деле это не так. Что у нас ещё может, в принципе, меняться нарушение нормального обмена, грубо говоря, восстановления тканей, какие-то, то есть, у нас ногти начинают разрушаться очень сильно, тем более ломкими, облазивают руки, кожный покров и нарушения появляются определённые косметического типа, повышение обмена веществ тоже бывает, и с угревацией тоже может повышаться. То есть, это всё индивидуально, на самом деле. Но, как я уже озвучил в самом начале, проблем от этого в основном огромная куча, а никаких позитивных эффектов. Поэтому этим вопросом тоже надо заниматься, обязательно мониторьте анализы, сдавайте их, не допускайте того, чтобы какие-то минимальные проблемы имели свойство накапливаться и оказывали эффект на вашу подготовку. Канад здоровья прежде всего. Ну, мы сдадимся, Сергей, с тобой анализы, чтобы затестировать то железо, то препарат, о котором мы говорим. Да, в принципе, я бы хотел тоже посмотреть, что у меня с железом, какие у меня, в принципе, средние показатели, как раз протестировать, посмотрим, проанализировать. Ну, исключающий к тебе вопрос, как к человеку практику, касательно косметических средств. Я люблю косметологию. Я всегда слежу за собой. Поймут только те, кто в теме, так скажем, бадибилдинга. Вот считается, что косметика, она, соответственно, синтезирует, увеличивает синтез железа. Да, и у людей представление, что если я побольше съем косметики, значит, железо вырастет, все будет хорошо. Нет, совершенно не так. Дело в том, что многие забывают главные свойства любых косметологических средств, а именно это ускорение метаболизма и увеличение синтеза белка. То есть, это его производство, его усвоение. Но беда-то вся в чем? Если мы говорим про адекватный рацион питания, при котором поступает в организм нужное количество нутриентов, витаминов и минералов, того же самого железа, цинка, магния и тому подобного, организм будет адекватно функционировать, усваивать это все, делать и образовывать нужную нам, собственно говоря, защиту для организма. То есть, применять данные, грубо говоря, скажем так, приток веществ, который у нас пришел на нужную русскую. Но если у нас человек питается неадекватно, то есть, допустим, как некоторые делают, мы привели вариант, что мы косметики увеличиваем, а питание увеличивать мы не хотим, вследствие чего просто происходит вымывание организма. То есть, у многих бывают такие даже моменты, что человек себя загоняет в яму. То есть, энергетический дисбаланс, отсутствие нормального питания, питаем психотичного, белков и белков не хватает, а человек просто рвется. В конечном итоге все это может закончиться банальным. Ну, по крайней мере, в практике я вот с этим сталкивался у людей. Перетрен выглядел в следующей форме. Это очень хорошая, сильная переутомляемость мышц, из-за чего, что человек без укончика не может встать, у него нет желания заниматься, нет желания просто существовать нормально. Второй вариант, который, на мой взгляд, он, я считаю, хуже, потому что человек считает, что он упрет, все хорошо, это поведение путем увеличения метаболизма электролитов. И у человека начинаются спонтанные, неосознанные включения его мышц. То есть, это просто мышечный судорогенгельного типа, который потом фит нейтрализует. И все, и человек ходит, мучается, а ему все говорят, да ты просто жесткий стал, ты просто плотный, стал он, ну да, если я плотный, значит, должно быть подсваживать его, чтобы железо, бетон, похоронный, все. Вот он и крутой ходит, у него все свое, а он будет, что он просто перестраивается, преображается. На деле, на самом деле, там мозг преображается. Нужно стать анализом, посмотреть, что у нас не так элементарно, ну или как к ним добавить минералы, необходимые для организма, чтобы не было этих проблем. Потому что все забывают, что, ну, мы берем уже к сушке, самый важный момент, когда организм обезвоживается, мы выгоняем из себя, и лишний как раз электролитный, то есть генерал, который отвечает за проводимость энергии в организме. Вследствие чего, у меня всегда возникает вопрос к таким ребятам, которые переобезвоживаются. У нас какая мышца может встать таким образом, чтобы организм просто прекратил свое существование на руку? И это является мышцом. Это сердце. Не, как? Да. То есть просто-напросто его начинает глушить, вследствие чего происходит очень много недугов и хороших. Потом говорят, что человек может отъезжать от каких-то там препаратов, которые таковыми не являются. Это очень важно. Поэтому следите за своим здоровьем, мы его тоже как раз будем мониторить, проанализируем, и на своем примере покажем, что с дорогами следить. Если у нас есть какие-то прогалы. И, собственно говоря, протестируем как раз эту добавочку, которую ты мне, Сергей, предложил. Спасибо огромное, Сергею. Задавайте Сергею вопросы в комментариях. Это не последний раз, когда вы его можете видеть на канале. Поэтому у вас есть замечательная возможность пообщаться с профессионалом. С вами был доктор Кравцев, Сергей Попов. И да пребудет с вами здоровье. Дорогие друзья, вот мы услышали мнение Сергея Попова. В заключение хотелось бы что сказать. Окей, это мы с вами обсудили бодибилдера. Мы обсудили девушку, соответственно, с выраженным метаболическим синдромом. И как в качестве примера, в качестве эксперимента у всех этих трех людей, категории людей, мы, конечно же, соответственно, через месяц узнаем, как поменялись их анализы. Фото, я думаю, что я приложу всех анализов. И, естественно, хотелось бы рассказать, когда речь идет о настоящем. То есть, не когда это такой комплексный, выраженный просто метаболический синдром. Чуть-чуть вырос, как у Екатерины, холестерин. Чуть-чуть вырос, соответственно, инсулин. А хотелось бы рассказать именно о втором диабете. Потому что там тоже, естественно, уж если при просто повышении незначительной инсулинорезистентности, там, ну, каком-то преддиабете, если можно так сказать, или повышенной просто глюкозы в крови, Р-73 по МКБ кодируется, который... Вот, то есть, мы говорим о том, что здесь, ну, не такие, да, яркие проявления. Вот, при чистом втором диабете намного ярче идет проявление метаболического синдрома. Сейчас мы услышим очень интересный рассказ Анастасии на эту тему. Вот, и, соответственно, Анастасия нам расскажет свой опыт с диабетом. И, естественно, через месяц мы увидим анализы, как поменялись у Анастасии. Ну, поехали. Я к Сергею Леонидовичу попала год назад с сахарным диабетом для ракетипа. Как мне поставили? В больнице. Колога инсулин. Сергей, я почеснял меня с инсулином, их дали анализы. В итоге выявился у меня диабет не первого типа, а второго. Сейчас я сижу на препаратах, лечу свой диабет уже год. Выявилось у меня много всего этого. Что-то низкое было, что-то было смокое. Мы привели это все у дому, без таблеток, а бадами. Я даже не злала, кстати, то, что так можно. Сейчас у меня единственный низкий холестерин и злоги сахар. И решили попробовать... Синтезит железа нового типа. Потому что у меня еще низкое железо. И посмотрим, как у нас получится. Ну, вы с нашими зрителями через месяц поделитесь ваши впечатления. Да, мы за день, через месяц надо, я сама потому что мне интересно. Да. Ну, вот такие дела, дорогие друзья. Вот. Значит, я немножко уточню, что у нас к холестеринам лип протеиды высокой плотности низкие, а лип протеиды низкой плотности, то есть плохой холестерин, высокие, наоборот. Ну, соответственно, он помогает решить сразу три проблемы. Трех зайцев одним ударом. Сергей, очень хороший врач, который действительно и успокаивает мою нервную систему. Потому что у меня сейчас случаются мою атомические атаки, поэтому все и мои болезни. И хожу только к нему, и верю только ему. Спасибо. Это очень, очень приятно. Ну, вот так, дорогие друзья. Ну, что ж, дорогие друзья, вот вы и увидели анализы до, это выпуск до. Как и водится, я обязательно сниму после. А пока, чтобы поддержать наш проект, чтобы поддержать наши все эксперименты, наши маленькие исследования, обязательно подпишитесь на канал, обязательно напишите вопрос мне или Сергею Попову. Про это мы снимем отдельный выпуск. С вами был доктор Кравцев. Да пребудет с вами здоровье! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»